Я всех приветствую на производстве взломостойких дверей и сейфов компании Monolith. И сегодня мы поговорим о идеальном сейфе. Идеальный сейф это, опять же, понятие растяжима. У каждого, скажем так, оно может формироваться, исходя из того, что ему приходилось видеть, что ему придется хранить, на какую сумму каждый человек рассчитывает. Но мы не будем брать сегодня, наверное, такие факторы. Мы поговорим вот именно, насколько может быть идеальным сейф и что он должен себя включать. Начнем с таких неочевидных вещей, которые, в принципе, мало кто задумывался. Но когда он начинает подбирать сейф, он с этим всегда сталкивается. Многие из людей хотят компактный сейф, в котором, скажем так, помещалась папка А4 и какой-то определенный объем по ценности, деньги. Мы не будем говорить о оружии, потому что, допустим, оружейный сейф это просто железный ящик, который не претендует на какие-то суперзащитные свойства. Естественно, если это не коллекционное оружие, не инхрустированное драгоценными камнями. То есть мы сегодня говорим о сейфе, по ценности, под бумаги. И когда человек, допустим, начинает, скажем так, искать место под сейф, как правило, это место начинает уже как бы поджимать, грубо говоря. Там, где он планировал расположить, уже оказывается, что он думал, что там 30 сантиметров это поза глаза. Ну и в принципе, то есть на слабенький сейф этого достаточно, он оттуда становится. Но тут он хочет увеличить стенку, он хочет увеличить толщину двери сейфа. И в итоге у него уже остается там внутри сейфа 11 сантиметров полезного объема, в который уже, скажем так, не положишь папку А4, что в любом случае должно помещаться в нормальный сейф. Поэтому один из параметров сейфа это соотношение его наружного и внутреннего объема. И вот это соотношение, оно, конечно, в железной коробке, оно идеальное, да. Но это просто железная коробка, которую можно проколоть, пробить, прорезать болгаркой за секунды. И вынуть оттуда содержимое. Дальше идут бетонные сейфы, у которых уже стенка начинает занимать определенный объем. Но здесь такое, то есть, скажем так, бетонные сейфы, как правило, вот то, что Max Market, это там условно 2 миллиметра наружный металл, 2 миллиметра внутренний металл, между которыми залито условно 3 сантиметра бетона. Ну и для большинства людей это уже кажется что-то чем-то таким немыслимым и защитным. Но если как бы вдуматься, а если не вдуматься, просто ударив по нему там 10 ударов молотком тяжелым, либо кувалдой несколько раз, то от вот этой толщины ничего не останется, просто угол сейфа будет вмят, либо уже туда можно будет засунуть руку и вынуть содержимое. Поэтому, как правило, в бетонных сейфах, ну в нормальных бетонных сейфах, наружный лист это 5 миллиметров металл, потом как минимум 5 сантиметров бетон, а лучше 5-6 сантиметров бетон, ну и потом внутренний лист. И в итоге мы выходим на одну только стенку, толщину стенки, 6-7 сантиметров забирает только одна стенка, 7 сантиметров, плюс другой стороны 7 сантиметров железобетона. А если это говорить о дверце, то дверца нормального бетонного сейфа занимает 11 сантиметров, то есть это удаление ригелей, механизмов, то есть одна только задняя стенка и дверца сейфа, это уже в сумме почти 20 сантиметров забирают. Поэтому для нормального бетонного сейфа нужно отводить 40-50 сантиметров полезного размера наружного, чтобы внутри получить под папку А4 там 25 сантиметров на 35 сантиметров. Поэтому бетонный сейф, железобетонный, хороший, это, ну, классно. Но самый идеал, это, конечно, цельнометаллические сейфы. Ну, цельнометаллические сейфы, допустим, толщиной 2 миллиметра, это просто железный, это почтовый ящик. Если там 5 миллиметров, на самом деле это тоже не тот материал, который будет долго сопротивляться взлому. 10 миллиметров, ну, уже что-то, но это все равно, допустим, легко режется болгаркой, намного быстрее, чем железобетон, то есть, и, допустим, что-то хранить суперценно, супердорогое, там, за 10 миллиметров металла, ну, не очень, скажем так, надежно. Ну, а если говорить уже о 2-3-4 сантиметрах металла, ну, это уже ближе, получается, к тому, зачем было бы удобно хранить, и, в принципе, самый, как бы, оптимальный, можно назвать цельнометаллический сейф с очень толстыми стенками, там, условно, по 4 сантиметра цельного металла с одной стороны, 4 сантиметра с другой, и, как бы, в идеале, чтобы это внутри была еще кожушка из бронестали, которая не сверлится так просто, не режется так просто, в идеале было бы так. Это мы говорили о параметре, самом таком, можно сказать, третистепенном параметре сейфа, это вот соотношение наружного и внутреннего объема. Потом идет, получается, наверное, самое первостепенное, то, что, как бы, в сейфах все, скажем так, думают, ну, так оно, на самом деле, отчасти и есть, это замки. То есть, замок, чтобы он не был вскрыт в чистую, чтобы, если это электронный замок, нельзя было какой-то секретный код вбить и его открыть, скажем так, он сам там откроется. Нельзя было, как вот в видео показывают, стукнул по сейфу, электрозамок открылся, у многих тоже такие складываются, что здесь электрозамок, то по нему можно стукнуть и он откроется. Чтобы вот этого всего в сейфах не было. Ну, и на самом деле, вот сейфы, которые это масс-маркет, продаются в супермаркетах, вот это все сейфы, которые, ну, вот именно включают в себя все то, о чем я говорил. То есть, это по нему стукнул, он открылся, это замки, которые, условно, там чуть ли не засунул туда спицы, что-то зацепило в ход замка, он уже тоже открылся. Это, если даже замок, там у него такая секретность, которая там соизмерима вообще с примитивнейшими замками. То есть, вот этот весь набор негативных черт, которые могут быть у сейфа, они все вот в сейфах масс-маркет, они, как правило, либо все сразу, либо по отдельности они в себя включают эти сейфы. Ну, естественно, это все формирует цена, сколько они стоят. Для кого-то идеальный сейф – это тот, который стоит именно столько, насколько у него хватает, и вот этот параметр идеальностью мы не рассматриваем. То есть, мы говорим о действительно каком-то там мифическом идеальном сейфе, который вот именно по всем параметрам бы себя включил, и неважно, сколько бы он стоил. Монолог сегодня будет от меня именно на эту тему. Поэтому вопрос цены – это полная противоположность тому, что вы получаете. То есть, чем ниже цена, тем, скажем так, больше минусов будет иметь не только сейф, но и любое изделие, которое не начнем мы вести речь. Поэтому, смотрите, скажем так, вопрос замков, он решается очень просто. Опять же, в зависимости от цены, то есть, сейфовые замки, блокираторы, они тоже, то есть, есть определенное соотношение цены, то, что ты получаешь. Вот, в частности, Мауэр Варус в своем плане – это идеальный замок. В плане того, что в чистую его вскрыть на вот таком как бы удалении, и в принципе, замок в чистую вскрывается очень сложно. То есть, очень мало специалистов, которые смогли бы вскрыть чистую. А вот эта вот вся толщина, за которой он находится, при правильном расположении, эта вся толщина должна защищать этот замок. И, допустим, сверлением он тоже, за счет его удаления, можно его защитить, чтобы он скрывался тоже очень сложно, повреждения. И идеальная компоновка – это механический и электронный замок. Почему идеальная компоновка? Потому что на электронном замке очень легко поменять код, имея уже фото ключа, либо слепок ключа, уже его будет относительно проще. Этот замок открыть, подготовив уже сразу инструмент под секрет ключа, то в электронном замке такого нет. Допустим, если даже периодически менять код на электронном замке, то это можно вообще исключить, этот вариант. Поэтому компоновка из электронного, кодового и механического замка является самая оптимальная, но в нашем случае идеальная. Поэтому один замок механический на огромном удалении, второй замок электронно-кодовый. Ну и третий параметр – это то, из чего выполнен сейф, как можно его силовым методом, как его можно методом повреждения, то есть невзирая на шум, на наличие определенного инструмента, либо его отсутствует. Вот если рассматривать абсолютно весь инструмент, который можно с собой принести, какой должен быть сейф, чтобы нельзя было его сломать. Сразу там говорят, что да, такого не бывает. Либо там, допустим, мой сейф, который там сделан из 2-х миллиметрового металла и 3-х сантиметров бетона, его там ничего не сделаешь. Повторяю, то есть это 10 ударов кувалды, то есть и вот этого сейфа, в котором 3 сантиметра бетона и наружный лист двойка, и этого сейфа просто-напросто нет. Как такового сейфа, то есть в него можно уже засунуть руку, либо откурочить, то есть это уже вопрос нескольких минут. То, допустим, в этом плане цельнометаллический сейф гораздо лучше. То есть, опять же, если рассматривать, допустим, цельнометаллический сейф как 12 сантиметров, более чем 12 сантиметров металл. То есть вот это, все это металл, 12 сантиметров металл. Внутренний контур, это 4-сантиметровая плита, в котором расположена реильная система, блокираторы, которые как с задней стенки закрыты каленым металлом, с торцевых стенок. Далее идет цельная каленая пластина, которая полностью площадь перекрывает между вот этой средней плитой и внутренней. Дальше идет средняя плита 40 миллиметров, которая фрезерована пазом. И далее идет внешняя плита, это 4-сантиметровая, она выполнена колодцем, в которой вложены 2 6-миллиметровые пластины. Это еще 12 миллиметров каленого металла, которая сварена с вот этой средней пластиной. Вот эта вся толщина, это то, что будет как раз сопротивляться. Но здесь как бы бить кувалдой, вот то, что как бы можно либо рассматривать там какими-то ломики, зубила, молотки, фонки. Это абсолютно бесполезный инструмент, который здесь разве что покраску повредит. То есть покраску повредит, он больше ничего не сможет сделать вот такой конструкции. Здесь либо болгарка, либо автоген, резак, то есть то, что резать сразу же. Либо это сверление. То есть сверление, которое будет там длиться ни минуты, ни секунды. Это многочасовые сверления за счет того, что это слои обычного металла, каленого металла. Это непонятное расположение блокираторов электронных. Вот эти все методы, они растягивают вскрытие сейфа ни на секунды, ни на минуты, а это уже речь идет о часах. Получить часовой запас на вскрытие сейфа, это вот является на самом деле пиком идеальности сейфа. Это вот его время, за которое он будет вскрыт, взломан. Дальше это идет стенки сейфа. Это также 4-сантиметровый металл. Это 4-сантиметровые плиты, которые полностью выфрезерованы в размер. У них снята фаска специальная сварочная. Сварка производится именно на всю толщину этих 4-сантиметровых плит. Здесь получается не просто по наружу, оно проварено. Здесь именно технология сварки, так как она должна быть, это снимается специальная фаска по 30 градусов, и туда полностью заливается сварка на всю толщину плит 4-сантиметровых. И в дополнение ко всему этому идет внутренняя кожушка, идет шведская сталь и Армакс. Все внутри сейф полностью обшит шведской сталью Армакс. Она вся тоже собрана в замок. Просто здесь, допустим, коронка просверлить отверстие, и там получить доступ не получится, потому что шведская сталь Армакс – это каленый металл, который не сверлится, так как обычный металл, даже 40 миллиметров обычного металла просверлить проще, чем шведскую бронесталь. Поэтому вот такой вот сейф. Вопрос того, сколько это все, допустим, обработать и придать вот такую форму этому всему, это точно не относится к идеальности сейфа. Вот это как бы обратная сторона идеальности и вообще любого хорошей вещи – это время, сколько нужно, чтобы это произвести. То есть, допустим, время, чтобы сделать, допустим, сейф масс-маркет десятки, а то и сотни сейфов в день. То есть, они делаются, штампуются, заливаются туда бетон, плюхнули, покрасили, все повезли. То вот, допустим, чтобы делать вот такой сейф, то одна только деталировка, нарезка деталей, фрезеровка, все это в размеры миллиметровые. Все подогнано таким идеальным образом, чтобы зазоры, то есть, все это было в пределах миллиметра, то есть, чтобы никакие инструменты, ничего нельзя было загнать. Но в первую очередь, это толщины. То есть, вот такие сороковые плиты обрабатывать фрезеровщику, это там больше полмесяца, это только фрезерные работы. Потом слесарные работы, сборка, покраска и так далее. То есть, поэтому в плане изготовления он точно не идеален. Но вот в плане защитных свойств, сколько я обращал внимания, то что чем больше вкладываешь времени, допустим, в изготовление вещи, тем больше нужно времени, чтобы эту вещь разрушить. Это касается дверей, сейфов, замков, защитной фурнитуры. Так, чтобы сделать быстро, а потом его долго ломать, такого, честно говоря, формула такая. Чем больше ты вкладываешь времени, сил, материалов в изделие, тем дольше это изделие будет ломаться, сверлиться, вскрываться. То есть, поэтому вот такая вот формула. Поэтому вот такое лирическое видео на тему вот такого вот необычного сейфа, который на самом деле, таких сейфов никто не производит, только мы занимаемся производством вот таких сложных, ломостойких сейфов. Поэтому, если вас заинтересовала такая продукция, мы производим двери, мы производим защитную фурнитуру, сейфы, бетонники, сейфы цельнометаллические. Все это делаем индивидуально, в нужный вам размер, в нужный вам цвет, отделку. Поэтому, если вам будут нужны такие изделия, обращайтесь. Мы находимся в городе Киеве, по улице Вискозная, 3Б. Здесь находится наш и производство, и офис. Приезжайте. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok